Всем привет! Сегодня у нас история от подписчицы. Сейчас я расскажу, зачитаю точнее эту историю. Если вам нравится такая рубрика, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, распространяйте видео в соцсетях. Давайте приступим. Здравствуйте, Галина! Расскажу вам мою историю. Осенью в октябре была в Турции, познакомилась впервые с турком. Зовут его популярным именем Ахмед, ему 31 год. Знакомство было романтичным. Он шел за мной по пляжу, мы мило беседовали, потом попросил мой номер телефона в Инстаграме и Инстаграм-страничку. А вечером договорились погулять вместе в The Land of Legends. Все было прилично, он сводил меня на бесплатное шоу фонтанов, фотографировал меня, фотографировался со мной, изображая пару. Были невинные поцелуи, и затем она отвез меня на своей старой машине в отель. Я ушла, он тут же написал, что не хотел, чтобы я уходила, но я решила, что обратно к нему я не пойду. Поэтому перспектива интимы на пляже из меня не прельщала. Этим многие турки и грешат, чтобы не платить за отель и так далее. Наслышанно. А я вам даже сразу остановлюсь немножко прокомментировать, это полная завершенная история. Немножко комментарий вначале сделаю. Это вот то, что вы рассказываете, это же стандартная схема. Поэтому, ну, собственно, результат, который можно было от этого подката на пляже ожидать, он был предсказуемым с самого начала. На следующий день он повез меня в Текерово из Белека. Приехал вовремя, по дороге завез на фонтаны, хотел, чтобы я его пригласила в свой отель, но я отказалась. Очень смутил меня тот факт, что он не погнушался взять с меня денег за бензин. Мне тоже очень удивляет этот факт. Правда, я их сама предложила, он проверочку не прошел. Через пару дней я переезжала в отель попроще и пригласила его к себе. Он приехал, и все случилось в многоточии. Вечером поехали в Кимер в кафе. Я предусмотрительно взяла с собой 250 лир, так как не знала, чего от него ожидать. А потом случилось то, чего я никак не ждала. Смотрите, проверочку не прошел про бензин, раз его проверяли. Что же вы с ним там, что-то случилось, в отель позвали, а потом в Кимер поехали. Проверочку уже не прошел. Соответственно, ушло от него. Говорит, я взяла себе на всякий случай деньги, но я такого не ожидала. Вы уже ожидали все это. Ну, это неудивительное развитие событий. Он же проверку не прошел. Здесь знаете, вопрос к вам, если не прошел проверку, зачем я продолжаю это делать, что мне не нравится. У меня есть претензия, есть вопросы к человеку. После трапезы он меня спросил, а кто будет платить? Я чуть со стула не упала. Потом тихо ответила, ну, 50 на 50. Затем он поинтересовался, а почему не все ты? Я была в шоке. Я тоже сейчас в шоке это читаю. Потянула я ему свои деньги. Он, правда, сказал, убери и оплатил сам. Мне было еще тогда, надо было понять, что это за человек, но нет. Мы еще долго гуляли по Кимеру, и на следующий день я уехала дальше по своим делам. Через пару дней мы снова увиделись. Он прилетел на крыльях любви, и все его поведение говорило о том, что он впечатлен мною и хочет видеть меня каждый день. Мы прекрасно проводили время, путешествовали, смеялись, купались в море. Потом он увидел у меня в сторис, в инстаграм фото с парнями, коллегами и сказал, что не простит мне этого, так как он меня предупреждал, что если увидит меня с другим мужчиной, это будет конец. Я, знаете, даже здесь остановлюсь, все вот эти курортные чуваки, они всегда это говорят, потому что у них есть конкуренция, они знают, что к вам могут приставать и так же знакомиться. Раз вы к нему ответили на пляже на знакомство, значит, вы кому-то другому ответите. И он прекрасно знает, что есть большой шанс того, что какой-то еще чувак к вам подкатит, конкуренция. Поэтому он себе стелит травку специально, чтобы падать было мягче. Для вас это такой якорек определенный. О, вас всегда можно назвать виноватой, увижу какие-то фотки, и он всегда может легко съехать с общения с вами, с отношениями, закончить и сделать вас виноватой, а не себя. Он сказал, что у нас будет прощальный вечер, мы посидели на берегу моря, он был уже прилично пьян и сказал, что напился он от ревности. Потом он отвез меня в отель, замечу, вы сели в машину с пьяным чуваком, у вас вообще инстинкта самосохранения, походу, нет. Потом он отвез меня в отель и спросил, что я хочу ему сказать на прощание. Все мои доводы о том, что это просто коллеги, он не слышал, так как по его словам, он не меняет своего решения никогда. Ну вот, пожалуйста. Я вышла, хлопнув в дверь, и он кричал мне вслед, я тебя люблю. А уже потом я поняла, что скорее всего ему нужно было освободить место для какой-то дамы, и меня просто надо было слить. Совершенно верно. Поэтому он сразу за это зацепился и целую трагедию разыграл. Я через пару дней улетела домой. Не прощались, но в переписке впоследствии мне удалось его убедить, что он поступил углупо. Лучше бы я этого не делала. У меня вопрос, почему вам захотелось что-то переубеждать, типа оставить о себе хорошее мнение, что это не я плохая, там, в сторис что-то, это ты дурак, типа, да. Знаете, он это понимает прекрасно. Он эту ситуацию просто использовал, чтобы слиться. В декабре я прилетела к нему в Измир. Он там работает в сезон гладиатором в Эфес. Там он представил меня своим коллегам, друзьям и по комнате, как свою девушку. Мы провели вместе пять прекрасных дней, и уже дома в России я узнала, что беременна. Я поверила ему, что он бесплоден и не стала принимать противозачаточные таблетки. Он это всем рассказывает. Далее начался ежедневный кошмар. Он чуть ли не плакал, уговаривал оставить ребенка. Говорил, что я смогу его отдать ему и родителям на воспитание. То просил просто прилететь к нему несколько раз в год и показывать ребенка. Говорил, что у нас будет красивый малыш. Потом уже согласился на аборт. Но судьба распорядилась иначе. Нематочная беременность. Но учитывая, что я все это время рыдала, это не мудрено. Но знаете, что я вам скажу, вот даже вот по этой ситуации. Он сначала делает то, как надо, в итоге согласился на аборт. Это то, изначально, чего он хотел. Он просто снимал с себя максимально вину за это. Не мог напрямую сказать, быть плохим поганцем. Таким искать, делай аборт. Он играл театр, проиграл, а потом только про вину. Короче, снял ее когда. И такой, ну ладно, договорились. Уговорила меня, давай тогда аборт делать. Весь такой герой, короче. Типичный Альфонс вообще. Они все очень боятся чувства вины. Операцию провели 30 декабря. И Новый год я отмечала одна в больнице. Он меня даже не поздравил и не поинтересовался моим даром. Я очень вам лично, женски, очень сочувствую. Мне вас очень жаль, что вам пришлось такой опыт пережить. 31 декабря он уже летел в Москву. Мне сказал, что к друзьям. Когда я спросила у него, почему он захотел, чтобы я показала ему Москву, он ответил мне, что ни у меня, ни у него нет денег. А здесь ему все оплачивают спонсоры. Когда я ему сказала, что спонсоры могут быть только у Альфонсов, заметил, ну вот у меня и есть. Уже позже я узнала, что в Москве ее приютила. Взрослая женщина, ей примерно 50. Оплатив ему билеты и все остальное, жил он у нее дома. Я поначалу верила ему, что это просто друг. Я с ней не сплю. Боже, какой бред. Но потом узнала, кто она и даже списала с ней. Она сказала, что просто купила его, как заморскую зверушку. И он отработал свое сполна. Также она сообщила, что он показал свои закидоны уже на третий день пребывания, предложив интим втроем с его еще одной русской любовью Ириной. Все ограничилось прогулкой втроем по ВДНХ. Но в принципе принимающая сторона была готова уже постелить постель и приютить даже гостью. Меня он тоже звал в Москву, встретиться с ним пока его сожительница на работе. Но я не захотела участвовать в конкурсе его возлюбленных. И заблокировала его наконец-то. Месяц он провел на чужих харчах в Москве. Эта женщина водила его по музеям, каткам, кормила его, покупала зимние вещи. Он приехал без доллара в кармане туда. И потом он вернулся в Анталию. И, видимо, заскучал, так как вызвонил меня спустя полтора месяца молчанин. Вы же его заблокировали. Как он вас мог вызвонить? Надо было игнорировать дальше. Чего вы повелись, короче, на это, да? Держите марку, раз приняли решение. И опять полилось сладкие речи. Я тебя люблю. Не отпускай мою руку. Давай жить вместе. Я знаю, что ты очень сильно любишь меня. Да, я по-прежнему любила и даже была готова простить ему московские приключения. Но на днях произошло еще одно грандиозное событие. Он начал говорить мне, что заберет меня в Майами. Когда я заметила, что русским сейчас проблематично получить визу в США, сказал, я возьму тебя нелегально. Также он показал мне свой билет в Анкару. Я срастила все слова его и поняла, что он летит в Анкару получать американскую визу. И так как я тот еще Шерлок Холмс, мне не составило труда вычислить эту женщину. Я ее оказалась на вид 60-летняя певица из США, между прочим, работающая с самим Олтоном Джоном. Я ему предъявила ее фотографию со словами «Отличный выбор». И опять новая жертва покупает ему билет, приглашает к себе в гости и все по-новой. Могу сказать, что пока мы были вместе, он платил в кафе, покупал снеки, алкоголь. Отель не снимала я за свой счет. Иногда меня селили бесплатно по роду моей деятельности. Один раз он пытался занять у меня около 150 долларов. А я ему сказала, что я не занимаю денег мужчинам. И мужчина должен решать свои проблемы сам. Он ответил «Да, да, 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 я решу». «Галина, спасибо, что вы выслушали. Я переписываю этот текст третий раз. Все время он не сохраняется, словно что-то мешает мне поделиться им с вами. Хочу просто, чтобы девочки были предельно внимательными при знакомстве с мужчинами. Обращали внимание на какие-то звоночки и фразы. Я бы могла избежать все это, если бы придавало значение каждой его фразе». Совершенно верно. Кстати, у Ахмета стандартная схема знакомства. Он ходит по общественному пляжу Белека в районе лежаков отелей ОМОН и Инвиста. Знакомится с женщинами, смотрит на возраст, обращает больше внимания на благосостояние жертвы. Некоторых рассматривает как вариант для постели, а некоторых как спонсоров на будущие поездки. Дальше он их всех водит в парк Лэнгов Лэдженс, может покатать на машине и далее склонение к какому-то интиму. «С ним, конечно, весело, интересно. Он там такой конвейер у него, что становится просто страшно за свое здоровье. Кроме того, со мной он вел себя как абьюзер. Мог наорать, обматерить. Я все терпела. Он мне сильно нравился. Сейчас, конечно, потихоньку избавляясь от этой любовной зависимости, розовые очки спали. Галина, вам большое спасибо за ваш труд. Удачи вам всем». Девушка прислала фотографии совершенно и его, и вот этих женщин. Короче, все это чисто, ну, правда, невыдуманная история. Показывать я, конечно, личные данные фотографии не могу. Спасибо за вашу историю, что вы нашли смелость себе это рассказать, да. Пусть для других это будет примером. Вы прям даже пляж указали, где, что, его схему раскрыли. Это очень полезно. Кто поедет, например, в отпуск в следующий сезон, будет знать, да, на что на этом пляже, в Белеке конкретно, на что можно нарваться, что за история у этого человека. А я больше скажу, он, к сожалению, не один. И таких, как он, сотни вообще там по тому же пляжу ходят. Бывают разные случаи, но самый надежный, адекватный, если вы в отпуске, вы знакомитесь в отеле, с постояльцем отеля, с турком, который приехал тоже в отпуск, и у него никаких там знакомых, друзей в отеле нет. То есть ни по плату, ни как-то там знакомых. Потому что это сразу история про то, что они едут, друг ему рассказывают, девчонки доступные, потусуемся, тра-ля-ля. В общем, лучше никаких, он вот один приехал, отдыхает, такое и есть. Очень часто молодые турки, типа от 20 до 35 лет, они всегда едут не одни. Они едут вдвоем, втроем пацанами или компанией. Ну, если у них отношения есть, они все с девушками, парами едут отдыхать, все окей тоже. Парни едут, несколько человек, как правило, чтобы не было скучно, одиноко. Да, они, конечно, едут в большей степени с целью потусоваться, может, с кем-то познакомиться. Они допускают этой мысли, они заинтересованы в знакомствах, но с ними больше что-то про серьезное, про отношения будет. Они будут более воспитаны, адекватны, не про использование, а просто хотя бы про приятное, про вождение времени друг с другом. Да, там, может быть, что-то из этого выйдет. Если мужчины там постарше, там 30-40-45 лет, и едут одни, они, как правило, уже, наверное, в разводе. Ну, если они, окей, если мы берем вариант, они в разводе, да, то есть не в отношениях каких-то. Потому что турки одни в отпуск с женой, женатые не ездят, они с семьей, с детьми, если они есть и так далее. То есть жены-то одних в отпуск, не отпускают. Ну, это, значит, в отношениях какие-то проблемы очень серьезные, либо он реально в разводе, как правило, в основном, да. Ну, либо там вообще наплевать на такие проблемы в отношении, что куда он поехал, в жизни вообще его ехал, и, слава богу, мозг не выносит, потому что они плохо, очень сильно конфликтно как-то живут, общаются. И вот такие мужчины, они еще больше просерьезные, потому что они тупо поспать, отдохнуть, покупаться, где-то развлечься, конечно. Но такой прям самоцель и знакомиться, выискивать у них нет. Это уже мужчины, пожившие с опытом, с проблемами своими, скорее всего, с деньгами какими-то, потому что отдыхать в Турции не дешевое удовольствие для самих турок, в том числе. У него есть на это деньги, и ему там потаскаться, потусоваться, побухать по клубам, походить, это такое себе. Они уже этот возраст, скажем так, прошел у них. Поэтому они более просерьезные, но они тоже могут быть там двуличными, врунами какими-то и так далее. Но альфонсами они не будут, вот я к чему. Если мы берем альфонсов, они ими не будут. Это взрослые такие достойные мужики, скорее всего. Но здесь уже из-за возраста их опыта другие проблемки. У него может быть неразведенная к этому жена, дети, проблемы с разводом, или кто-то кому-то развод не дает, но они вместе не живут, это больше чаще встретится. Что еще может быть? У него опыт неприятный, негативный, он, например, в разводе, но не хочет снова жениться. У него может быть такая фобия, например, брака, или он разочарован в этом. То есть дистанция определенная, будет долго к себе подпускать, наверное. С этим можно столкнуться. Скажем так, над этим работать можно. Это лучше, чем какое-то использование, недоверие. Альфонс это такое, про серьезное, про будущее, про перспективы. Это гораздо лучше, в общем, договориться, короче говоря, как это можно с этим. Вообще, курортное такое общение легкое, оно очень даже, скажем так, я к этому очень положительно в плане таком отношусь. Вы можете увидеть человека легким, интересным, а проблему там горести потом разгребете, хапните. В общем, начать общение с позитива, с легкости какой-то, всегда приятно. Потому что турки очень часто драма-квин, они начинают страдать с проблем такого всего. Поэтому узнать отношение человека с позитивом, с чего-то хорошего, это гораздо приятнее, лучше с проблемами его и с драмой столкнуться попозже. То есть вы будете уже к этому, короче, как-то подготовлены. То есть я вообще не против каких-то курортных знакомств, общения и знакомства с турками, но просто я к тому, что знакомьтесь, как вы бы знакомились с мужчинами, с парнями в своей стране, у себя на родине, точно так же. То есть не надо думать, что когда я иду по пляжу, чувак ко мне подходит, какой-то нормально, адекватный чувак приехал, не знаю, с какого-то там, с бурса отдыхать его в отпуск, и он такой, типа, просто я ему понравилась на пляже, потому что турки так не знакомятся. Они не подойдут, так нахрапом брать не будут. Турки будут дарить подарочки, из-под тяжка стрелять глазками, подстраивать какие-то ситуации, комплиментики присылать. Не знаю, турецкая тема, я про воспитанных культурных турок скажу. Это тема, когда там сидишь в кафе, за тебя заплатили где-то случайно, типа, да, ты кассишь, за вас уже заплатили, да, вот такая история. Они вот так ухаживают, не нахрапом, понаглом. Никто здесь из воспитанных культурных не подходит, не берут, скажем так. Но это, наверное, тема отдельного видео, так что я, наверное, надо такое видео снять. Спасибо за внимание, скоро увидимся, всем пока.